Приветствую вас на канале Setanet. В этом обзоре я покажу вам, что собой представляет приложение VPN Satoshi, при помощи которого вы можете использовать VPN с вашего смартфона для обхода блокировок. Это еще одно из многочисленных приложений из магазина приложений, которые вы можете выбрать для ежедневных нужд. Чтобы в дальнейшем не пропустить новые обзоры, подписывайтесь на канал. Интерфейс, как и во многих других подобных приложениях, простой и понятный. Сверху показано общее время подключения, по центру большая кнопка подключения и внизу доступные сервера. Тут есть как бесплатные подключения, так и те, что доступны при оформлении платной подписки. Даже на бесплатной основе тут есть экзотические страны, вот как Гибралтар. Эти же подключения есть и на платной основе, но отличие только в том, что скорость подключения будет больше. Подключусь к Швеции. Как вы можете видеть, даже при подключении к бесплатному серверу, приложение просит залогиниться. Без этого вы не сможете воспользоваться сервисом. Когда это сделали, становится возможным подключение к выбранному серверу, что собственно я и сделаю. Теперь проверю, поменялся ли мой IP и на какой. Захожу на Huernet. Показан мой реальный IP. Обновляю страницу. Да, теперь у меня шведский IP. Еще стоит проверить, какова скорость подключения и насколько на бесплатной основе она урезается. Для этого сделаю спид-тест. Проверка показала, что скорость очень хорошая. Что должно позволить не только читать новостную ленту, а и смотреть онлайн видео. Еще проверю, стали ли мне доступны те ресурсы, которые блокируются в связи с моей геолокацией. Да, и эти ресурсы теперь мне доступны. А значит, я могу при включении приложения VPN Сатоши читать новости и смотреть видео, не опасаясь, что мне откажут в доступе. Возвращаюсь в приложение. Внизу есть опция «Оформить платную подписку». За это вы получаете отключение показов рекламы, увеличенную скорость подключения и доступ ко всем геолокациям. Месячная подписка составляет 5 долларов, что очень доступно за такой сервис. Годовая подписка составляет 40 долларов, что тоже довольно-таки неплохо. Еще в нижнем меню есть «Суппорт», с которым вы можете связаться в случае возникновения проблем и есть уведомления. В меню вы можете настроить информацию о вашем аккаунте, выбрать другие настройки, такие как выбор приложений, с которыми использовать VPN, а с которыми нет. Тип протокола. Но выбирайте только, если знаете точно, какой протокол вам нужен. И еще тут есть ряд дежурных разделов с правилами использования сервиса и тому подобное. Приложение очень простое и удобное в плане ежедневного использования. Читать новости или смотреть видео на заблокированных сайтах – это вы можете делать даже без платной подписки, что очень удобно. Так что делайте свой выбор и работайте. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и удачной вам работы!